Привет, друзья! Вы на канале Кухня без фанатизма. И сегодня я хочу вам показать, как я делаю домашнюю ряженку. 3 литра молока деревенского или можно магазинного с коротким сроком годности до 10 дней. Я наливаю в нержавеечную кастрюлю. Можно использовать алюминиевую кастрюлю, но не эмалированную. Теперь я молоко доведу до кипения, убавлю на самый маленький огонь, накрою крышкой. И буду на самом маленьком огне варить его 3 часа. Молоко закипело, и я убавила огонь на самый-самый маленький. Практически не видно, что молоко кипит. Всё, накрываю крышкой. В таком положении будем выдерживать 3 часа. Томить. Томить, да, томить. Прошло 3 часа. Молоко стало вот такого кремового цвета. И явно выраженный вкус топлёного молока. Теперь я его разливаю по маленьким баночкам. Я использую баночки объёмом 250 миллилитров на один раз. Можно, конечно, сделать ряженку прямо в кастрюле. Если вы не хотите по маленьким таким баночкам, то можно сделать всё в одной посуде. И оставляю молоко остывать до температуры 50 градусов. Это если опустить палец в молоко, будет очень горячо, но терпеть можно. Молоко у меня остыло до нужной температуры. Теперь я добавляю закваску. Я беру свою закваску от ряженки с прошлого раза. Но можно первый раз заквасить просто кефиром. Беру одну четвёртую часть чайной ложечки закваски своей. Ну, по каждой ряженке полностью банку. Да, а вы берёте, например, кефир. Который с прошлого раза. И добавляю в баночку. И хорошенько перемешиваю. То же самое делаю со всеми баночками. После того, как всё хорошо размешала, накрываю банки крышками. Просто прикрываю. Закрываю полотенцем. Сверху закутаю пледом. И оставлю на 5 часов. Через 5 часов уберу в холодильник на 10 часов ещё. В холодильнике. Прошло 5 часов. Открываем молоко. Что у нас тут получилось? Вернее, ряженку. Всё загустело. Как положено. Отправляю теперь в холодильник на 10 часов. Для того, чтобы она выстоялась. Хотя, в принципе, оно уже готово. Можно есть уже сейчас. Но после холодильника оно будет ещё лучше. 10 часов прошло. Но можно, конечно, и меньше держать. У меня просто всю ночь стояло. И смотрим теперь, что получилось. Вот такая вот ряженка у меня. Классная. Просто потрясающая. Смотрите, какая она густая. Не тянется. Без воды. Без воды. Очень вкусная. Обалденная. Просто ряженка. Не Марина, а завод изготовитель. А, да. Обожаю ряженку. С детства люблю. Очень вкусное лакомство. Тем более вот такого качества. Тем более твоя ряженка. Да. Тем более моя. Красота. Натуральные молочные продукты. Это отличный выбор для всей семьи. Если понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Всем удачи. Отличного настроения. Успехов в борьбе с лишним весом. И до встречи в следующем видео. Пока-пока.